Это будет колоссальная награда на жизненном пути получить вот такой союз со своим организмом. Можно ли зубы почистить? Можно ли руки помыть, умыться? Или можно ли принять душ во время сухого голодания? Друзья, кто же вам запрещает? Я прям даже вижу этих людей, которые запрещают. Друзья, это люди двигательные, центрации. Для них просто вот чем больше ограничений, чем больше запретов, тем, как говорится, слаще. Можно, 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 можно все. Порфирий Корнеевич говорил, купайся в природной воде, чтобы тебе было хорошо. Когда вот, обливайся из ведра, если нету где купаться. Вот я во время этого голодания своего ретрита, во время своего детокса, вырежем нужное. Ездил на озеро, у нас есть озеро, такое карстовое воронка, называется, два названия у него. Первое, Бешеного. Классно, правда? А второе, это Белый Камень, и там дна нет. Классное купание в озере Белый Камень. Как вы видите, это озеро очень глубокое, и в нем такая чистая известковая вода. Отличное состояние, просто супер. Вот я в этом озере, друзья, плавал, пока мне не надоело. Такая там красота, такая благодать. Так меня это наполнило. Купайтесь, ради Бога, умывайтесь и зубки чистите. Дальше спрашивают нас. Ой, голова, голова. Да, это слабое место. Да. Если вы начинаете голодание, и сразу в голову пошло, друзья, ну вот, я предлагаю выходить. Аккуратно, по-тихому выходите. Что делать? Надо головку свою подготовить. Значит, много очень каких-то токсинов поступает. Подумайте, что вы делаете конкретно, что вы едите такое, где у вас токсины поступают непрерывно. Смотрите. Может, вы по телефону много говорите. Но бывают такие подруги, вот не отцепишься за час. Понимаете? Вот пара таких подруг позвонила за вечер. Телевизор очень сильно может это воздействовать. Друзья, телевизор может таким же влиянием обладать. Вы поищите, пожалуйста. И вот найдите эти факторы, уберите их. И вот эта голова, понимаете? Вот как человек рассуждает. Вот я выхожу на голодание, у меня голова начинает... Это хорошо. Тебе голова показывает, тебе направление, что делать, что из жизни исключить. Вот критерии у тебя теперь есть. Исключай из жизни вот эти вещи. Отсекай, отсекай. Смотри, проверяй. Как головка перестала болеть во время голодания. Скажи, слава Богу, спасибо тебе, головка моя родная, ты меня навела на путь истинный. Понимаете? Тонко и умно. Друзья, время, дата, датировка, отношения. Валая детка, 42 часа. В пятницу вечером начинается. В пятницу вечером отказываешься кушать и пить что-либо. Ночуешь. Суббота вся так проходит. Ночуешь. В воскресенье к обеду выходишь. Это малая детка. 42 часа по Порфире Корнеевича Иванова. Ну вот теперь смотрите. Порфире Корнеевича Иванова к этим часам как пришел? Ну, ему же не в воздухе огнем Господь Бог эти часы написал. Он их к ним пришел сам. Понимаете? Поэтому смотрите, какая здесь бывает подмена. Вот вы прочитали или услышали о том, что вот малая детка 42 часа. И вы на эти 42 часа пошли. Но ведь он не так ходил на это. Понимаете? Он каждый шаг ступал. Почитайте его дневники. Он каждый шаг ступал экспериментально. Он не знал ничего про 42 часа. Он на них вышел. Потихонечку, помаленечку. И вот это и есть правильный путь. Понимаете? Может быть не было бы у нас никакого Порфире Корнеевича, который бы изначально знал, что нужно делать 42 часа по малой детке и 108 по большой. Он был... Может быть никогда бы не дошел до большой детки, если бы он начал с этих 108 часов. Подумайте об этом. Ну, опять же, не хочу вас ничего уподоблять. Хочу вот что вам сказать. Не планируйте голодание. Не планируйте, что вы проголодаете вот столько дней. Не надо. Здесь как с бусохождением. Помните, мы по снегу как говорили? Что первый шаг... Ты почувствуешь, что чудо, первый шаг по снегу, первое пускание ноги в снег важнее, чем 10 тысяч ходов, шагов на двигательном уме. Вот первый шаг соприкоснуться. Первый час голодания. Вот ощутите всю, весь простор, вот весь красоту даже первого часа. Не гонитесь вы за часами, днями, за рекордами. В другую эту сторону от истинного достижения. Первый час хорошо пусть у вас пройдет. Радостно, с удовольствием. Первый час хорошо пошел, и второй хорошо пойдет. Понимаете? А дальше как будет? Дальше как будет? Получится малая детка 42 часа, и хорошо. Почувствуй, что дальше можете. Две малых детки сделайте, если вас пускает, если вы чувствуете себя прекрасно, цветами все пахнет. Вы всем улыбаетесь, всем счастливы. И все критерии, о которых мы в предыдущем видео говорили, соблюдаются. Вот это будет хорошее, хорошее, правильное, хорошее, правильное планирование голодания, если тут слово планирование вообще применимо. Так называемые едальные дни. Да, вот у Порфирия Корнеевича эти едальные дни. И не просто вывыщат, а как Порфирий Корнеевич стал Порфирио Корнеевичем? Он что-то знал об этих едальных днях? Нет, он к ним пришел сам, путем долгих экспериментов с собой выявил, а потом их и высчитал. Так вот, да, есть едальные дни. Вот, воскресенье к таким дням относится, вторник. Если вы берете готовые едальные дни, то это может быть действительно сильным насилием и над вашим вообще распорядком жизни, над вашим организмом. Это может быть социально, у нас у всех есть социальное тело, это наша семья. Я не знаю, может вы по субботам с семьей собираетесь. Но вот вы узнали, что суббота не едальный день. И отказываете своим близким в своем обществе за столом. Да может быть общество ваше за столом важнее стократно всего остального. Подумайте об этом. Не человек для едальных дней, а едальные дни для человека. Нет ни одного человека, наверное, инстинктивной центрации ума, который бы голоданием занялся и диетами. Вот смотрите, как только вы занялись диетами, решили поголодать, означает, что вы кто угодно, но не инстинктивной центрации человек. Это означает только одно, что обычно вы занимаетесь тем, что пинаете свой инстинктивный ум ногами, руками и просто избиваете его целыми днями. И он у вас находится либо в оппозиции к вам, либо вообще он забитый и запуганный. Диеты – это путь человека двигательной центрации. Но еще раз, двигательная центрация – это не потому, что он двигаться любит. Движение – это следствие. Он любит по кулачку ходить. Он – это человек стереотипного мышления. Двигательная центрация – это создание стереотипов, создание макросов и формирование привычек. Если мы с вами вообще за гармонию человека, за связь вообще всего со всем, за союз со своим организмом, то послушайте, как в голодании себя слушать. Вот вопрос задает наша подписчица. Говорит, меня трясти начинает во время голодания. Друзья, что такое тряска? Кто вообще трясется? Ну, ответ – тело трясется. Друзья, тело имеет программное обеспечение. Программное обеспечение тела называется инстинктивным отделом ума. Почему оно трясется? Потому что вы его либо зажали, не пускаете к чему-то, да? Оно уже бунтует. Если у вас трясется тело, это значит, что вы голодаете неправильно. Вы голодаете через двигательный ум. А надо голодать не через двигательный ум, а через инстинктивный. Смотрите, когда будет голодание через двигательный ум? Когда? Когда вы себе скажете, вот я с 14-го числа буду голодать 3 недели. Вот любое здесь, вот такое ваше умное планирование, умное вмешательство – это будет насилие над организмом. Когда нужно голодать? Когда вы изнутри почувствовали, когда вы договорились с организмом. Он говорит, слушай, вот смотри, а ведь ты же не хочешь есть. Ну скажи мне, что ты хочешь есть сейчас. Давай. Пробурчи животиком. Не хочешь. Не бурчишь. Давай-ка мы пока ты не хочешь есть. И не будем с тобой кушать. А как захочешь, так будем кушать. Вот в последнем своем голодании я сумел вот эту настройку провести. Вот вы не поверите, наверное. Я даже сам не верю. Я в последнем голодании вообще не хотел кушать ни на каком этапе. Я даже вышел из голодания, а кушать еще не хотел. Вышел из голодания, потому что вот по жажде вышел. А голода не было совсем. Потом просто какое-то время пил. Потом организм включился, еще и голодом прозвучал. Кушать не хотел совершенно. Мне не пришлось себя перебарывать. Мне не пришлось себя убежать в том, что голодание полезно. Мне не пришлось себя насиловать ни в какой момент времени. Вот это называется союз с собой. Вот такого союза и надо не добиваться, а желать. Такого союза надо получить. Это будет колоссальная награда. На жизненном пути получить вот такой союз со своим организмом. Наш организм действительно, действительно может естественным путем не есть несколько дней как минимум. И его не будет трясти. И не будет голодных обмороков. Такого союза. Такого союза. Такого союза. Продолжение следует...